Курс на развитие бизнеса окружные парламентарии приняли в окончательном чтении закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Всего в повестке сессии было 29 вопросов. Обо всём по порядку Ирина Цепитова. На 1 января текущего года в округе зарегистрировано порядка 2150 субъектов малого и среднего бизнеса. Количество жителей, занятых в этом секторе, без малого – 4000 человек, или 12% трудоспособного населения региона. Этот показатель в округе хотят увеличить в разы. Планы на ближайшую пятилетку – создать от 1000 до 1500 дополнительных рабочих мест в различных отраслях экономики. Чтобы достичь этого показателя, власти региона переходят на усиленную поддержку предпринимателей. Когда мы говорим о малом и среднем предпринимательстве, мы должны понимать, что на сегодняшний момент для нас, для округа, это важнейший потенциал роста. Это важнейшая точка роста. И мы на самом деле всю нашу экономическую политику должны строить для того, чтобы этот сектор по возможности увеличивать. С этой целью окружные законодатели в окончательном чтении приняли закон о развитии малого и среднего предпринимательства. В рамках этого документа бизнесу окажут разностороннюю поддержку. В том числе закон даст толчок развитию системы финансово-кредитной и инвестиционной поддержки. Только на этот год на реализацию программы предусмотрено порядка 36 миллионов рублей. Из них на оказание финансовой поддержки в виде грантов и субсидий 16 миллионов. Формы это такие, как проведение ярмарок, конкурсов, акционов, различных совещаний, семинаров, издание специализированной литературы по данному вопросу, «Содействие развития лизинга имущества, то есть с помощью лизинга и поддержки окружного бюджета субъекты малого предпринимательства будут иметь право приобретения оборудования, механизмов, транспортных средств и так далее». В первом чтении были приняты поправки к закону, которые запретят розничную продажу алкогольных энергетиков на территории округа. Подобный запрет действует уже в 33 регионах России. Скоро заработает и в нашем регионе. «Потребление алкогольных энергетиков – это беда не только России, не только нашего региона, это беда в мире. Там их реализация розничной продажи тоже регулируется. У нас, можно сказать, что, к сожалению, сложился культ потребления этих энергетиков, а их воздействие, как мы знаем, на организм гораздо сильнее, чем потребление того же пива или других слабоалкогольных напитков. И поэтому с этим нужно бороться». Молодым специалистам из сельских населённых пунктов в городе предоставят общежития. Проект закона о внесении изменений в закон Ненецкого округа о специализированном жилищном фонде окружные парламентарии приняли в первом чтении. Речь идёт о предоставлении комнат в общежитиях молодёжи из сёл в возрасте до 30 лет. А именно тем, кто получил начальное и среднепрофессиональное образование, впервые трудоустроился и не имеет собственного жилья. По словам одного из разработчиков законопроекта Александра Колыбина, ежегодно профессиональные учреждения города выпускают десятки ребят, и многие из них уезжают обратно на населённые пункты, потому что в городе негде жить. А население негде работать, в то время как в городе не хватает рабочих рук, а возможность предоставить квадраты в общежитиях сельским специалистам есть. Право на проживание в общежитии законодатели ограничили не более трёх лет, мотивируя это тем, что за этот срок молодёжь сможет наработать определённый стаж, сделать накопление и приобрести своё жильё. В окончательном чтении парламентарии приняли закон о патриотическом воспитании. В преддверии 70-летия Победы он широко обсуждался в образовательных организациях. В рамках документа определены цели и задачи патриотического воспитания в Нинецком округе. Патриотическое воспитание не должно проходить только акциями или какими-то разовыми мероприятиями. Это системная, глубинная работа, направленная прежде всего на формирование патриотизма к малой родине, к нашей великой России, собственно говоря, в молодых людей. Кроме того, на прошедшей сессии депутаты поддержали предложение губернатора об оптимизации расходов бюджета. В частности, в первом чтении законодатели приняли поправки к закону, отменяющие так называемые «золотые парашюты». Ирина Цепетова, Александр Дуркин, Телеканал «Север».